МП ДМРСУ – муниципальное предприятие, дорожно-мостовое, ремонтно-строительное управление. Организация на протяжении 19 лет занимается своей основной функцией – строительством дорог и автомагистралей. Позже в прайсе услуг предприятия появляются уборка и очистка проезжей части от грязи, снега и наледи, ну и, конечно же, обрезка деревьев. Все мы прекрасно помним результат такой работы. А это пылевые бури по ночам вдоль дорог, скользкие улицы, несмотря на обработку, и мертвые пеньки бывших деревьев. Это относительно благоустройства. За все время существования организация не раз была на грани банкротства. Городские и краевые власти делали тогда все возможное, чтобы поднять упавшее ДМРСУ и поставить организацию на ноги. Парадокс, ведь большинство муниципальных контрактов так или иначе доставались именно ДМРСУ. За работой организации ЗАП-ТВ следит уже несколько лет. Чего только стоит строительство каштагской развязки, когда предприятие нарушило все временные сроки и закончило строительство с большим опозданием и не без помощи удобных себе субподрядов. Здесь можно вспомнить вырезку из местной газеты «Экстра» и статью на сайте зап.ру. Далее цитата. «Автодорстройсервис» выигрывает аукцион, заключает многомиллионный контракт, например, на уборку улиц. Но ни техники, ни возможности у предприятия нет. Что оно делает? Обращается в «Стройавто», которая в свою очередь до этого уже обратилась в МУП ДМРСУ и арендовала несколько единиц техники. «Стройавто» сдает муниципальную технику АДСС в субаренду вместе со всем обслуживающим персоналом из числа того же ДМРСУ для выполнения условий контракта. Но не стоит переживать, все это происходит лишь на бумаге. Техника стоит на своих местах и никуда не двигается. Люди при технике, ну и песок, камни, ямы и выбоины также продолжают оставаться на улицах Читы. Впрочем, кого это может волновать? Коммерческие предприятия, палец о палец не ударив, заработали несколько миллионов рублей. На официальных интернет-страницах Забайкальского медиахолдинга до сих пор хранятся сотни новостей, статей и репортажей про такое, казалось бы, родное муниципальное предприятие, но в то же время такое далекое и скрытое от общественности и СМИ. Сюжеты о затяжном и некачественном строительстве, о срывах сроков по выполнению различных контрактов, про скепсис работников при частой смене руководства такого большого, но малоэффективного на тот момент предприятия. И каждый раз журналисты с трудом получали хоть какую-то информацию, которая смогла бы пролить свет на темные кулуары ДМРСУ. Ведь всем понятно, что только прозрачная и понятная работа предприятия может быть гарантией того, что наши налоги идут туда, куда надо. Чаще всего смена руководителя – это своего рода новая жизнь для предприятия. Так и здесь, с приходом нового директора ДМРСУ Алексея Котова, организация стала получать более жирные контракты, в частности, на строительство дорог. Стали выделяться суммы с девятью налями на уборку улиц от снега. Если суммировать все полученные контракты за последний год, сумма вырисовывается в несколько сотен миллионов рублей. Всего у нас денежных средств по этим объектам на 737 миллионов, построены на данный момент 300 миллионов. Все объекты, которые были выиграны, мы сделаем в срок. И здесь ответы на интересующие вопросы не могут получить не только общественности журналисты. Даже депутаты теперь не в силах выяснить интересные тонкости работы, отметим, муниципального предприятия. Процент прибыли с этих 700 миллионов от ДМРСУ. Ну что это? Это военная тайна какая-то или что? Какой процент смету закладывать? В чем проблема сказать? Какой процент закладывать? Я не могу понять. Вы что тут устроили военные тайны? Ну, давайте, хватит нервничать. Задали вам. Ну, во-первых, это никакая не военная тайна. Еще раз повторюсь, что рассчитывать мы можем только лишь на сметную прибыль, которая указана на смете. Я не помню ее. Ориентировочно. Один процент, полпроцента. Два процента. Ну, примерно. Алексей Николаевич. Да это смешно. Смешно, но веселятся не только депутаты, но и само руководство ДМРСУ, только по-своему, сидя в кабинетах. Как, например, один из заместителей, господина Котова, некий Арсений Лесков, отвечая на запросы журналистов. Вместо делового диалога он предпочел в шуточной форме начать переписку с руководством средства массовой информации. Вопрос тогда требовал предъявить информацию об утилизации снега с улиц Читы и его дальнейшей транспортировке. Ведь если журналист чего-то не понимает, он спрашивает. В ответ никакой достоверной информации телеканал не получил. Зато мы удостоверились в остроумии господина Лескова, когда он усмехнулся над вопросом редакции. За его подписью был направлен ответ. Далее, цитата. Вот так неожиданно деловой диалог между сторонами превратился в плохой анекдот. И вообще, переписки редакции телеканала ЗАП-ТВ и ДМРСУ – одна головная боль. После каждого заброса журналисты натыкаются на глухую стену отказов на получение информации. Формулировка для СМИ – наличие персональных данных, чьих история умалчивает. И вот недавно Центральный районный суд отменил постановление о привлечении к административной ответственности заместителя директора ДМРСУ господина Лескова за двойной отказ в предоставлении СМИ информации. Оказалось, что сам директор предприятия Алексей Котов не контролирует, кто у него в конторе отвечает на письма и запросы. И если в суд принести должностную инструкцию, где написано, что отвечать на письма в обязанности заместителя директора Лескова не входило, несмотря на поставленную им подпись, то можно легко избежать всякого административного наказания. Это почти то же самое, как если бы журналисты рассказывали не о подтвержденных фактах, как того требует закон, а выдавали ложные данные, ну а после в суде заявляли, что кто-то другой, не имеющий никаких прав, выпустил репортаж в телеэфир. Удобно? Вполне. Но вот честь и достоинство не позволяют. Кстати, на апрельские запросы от редакции телеканала руководитель ДМРСУ так и не ответил, и привлечь к ответственности за это теперь нельзя.